Следующий лайфхак, следующая концепция, которая входит в мою систему по созданию капитала в 1 миллион долларов за 8 долларов в день – это принцип асимметричного инвестирования. Принципами асимметричного инвестирования, что это значит? Это значит, что на сегодняшний день стоимость никеля, содержащегося в 5-центовой монете, составляет в действительности 6,8 центов. То есть, если вы возьмете 5-центовую монету, переплавите ее дома на горелке газовой и просто как цветмет сдадите, то каждые 5 центов вы превратите в 6,8 центов. То есть, это принцип асимметричного инвестирования. Допустим, у этого в России есть компания «Сургутнефтегаз» привилегированная. То есть, компания стоит в 2 раза меньше, чем у нее кэши на счете на балансе. Задумайтесь. Еще раз, то есть, к вам приходит человек и говорит, слушай, дружище, купи автомойку, помещение в собственности. На расчетном счете 2 миллиона рублей лежит, все оборудование в собственности, постоянная клиентская база, соответственно, хочу за нее 1 миллион рублей. На расчетном счете миллион лежит. Вы купите эту автомойку или не купите? Ну, я не знаю, вот напишите, купил, не купил. Еще раз, автомойка, оборудование в собственности, земля в собственности, все помещение в собственности. На расчетном счете у ООО, которое всем этим владеет, соответственно, находится 2 миллиона рублей. Налоги все заплачены, продают за 1 миллион рублей. Вот «Сургутнефтегаз» такая компания. То есть, у компании денег на счете в 2 раза больше она может сама себя с рынка выкупить. Соответственно, нефтяные вышки, газопроводы, нефтепроводы, нефтеперерабатывающие заводы, экспортные контракты, здания, помещения, подстанции, то есть, опять, вышки нефтяные, которые качают нефть. Все это вы получаете бесплатно, как акционер. И поэтому, соответственно, вот я просто привел пример, что такое асимметричное инвестирование. Старайтесь искать такие истории, да. Старайтесь найти вот принцип асимметричного инвестирования. История со Сбербанком, когда я рассказывал, олигархам, когда я им рассказывал историю, вот возьмите балансовую стоимость. Это стоимость чистых активов минус обязательства и разделите цену, получившуюся, на количество акций. То есть, вот получается 37 рублей. Акция стоит 15 рублей. Я не даю вам гарантии, что она не будет стоить 5 рублей. Не даю. Но при этом получается, что вам, как акционеру, вы не теряете. То есть, если вы были стопроцентным собственником, теоретически вы можете все распродать в Сбербанке, да, и получить свои 37 рублей на каждые вложенные 15. И тогда человеку я не смог этого донести. Но если бы я сейчас это доносил, в той концепции, в которой доношу до вас, я думаю, что я бы все-таки тогда сумел продать акции Сбербанка, да, и сам бы нашел денег, чтобы акции Сбербанка купить, пусть даже на кредитный день. Итак, это вот принцип асимметричного процента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова